Всем привет из Северного Степного Крыма. Сегодня 2 августа 2021 года. Каштан видно, да, как подгорелось? У нас жарюка. Сколько сегодня? 36? 35? 38. 38? Да. Короче, мы сейчас едем в соседнее село, забираем подружку и едем сегодня на моря. У меня после рынка выходной, так не мешайте. Видео снимается. Едем. В общем, на моря я сейчас как раз сниму. Ну вот, с ними разнотрами, вот эти вот, видно, да? Яснотки, все это. Сейчас, кстати, мята засвела. Народ на моря прет. Вот, конечно, очень сильно прут на выходных сейчас, среди будний день, понедельник, да, сейчас? Ага. Вот. Ну, у меня дело в том, что суббота, воскресенье я работаю на рынке, торгую. Домик строится, соседи потихоньку. Немножко строится. Это все. Сними сразу, как раз. Мама едет? А, уехала. А, ну смотри, есть, мамы нет? Нет. Вот дома и мамы, кто не в курсе, она здесь рядом вот живет, возьми. Уехала, да? Да, да. Уехала мама. Вот чему машина отстоит, а мама уехала. Значит, поехала на моря. Мы сейчас тоже прем туда, в ту же сторону. Сейчас. Вот ток работает наш. Зерно молотит. Зерно, смотри, сколько лежит. Сушат. Бурты, ну да. Вон, смотри, бурты зерна. Видишь, с ними. Не урожай крымский. Как успевает, короче. Сразу фуры грузят. В этом году цена, говорят, есть. Сразу, короче, его сушат, грузят фуры и все. На экспорт, короче. Уходит. Вон, кстати, пошел. Зерно сыплется. Ну, это пылюка у него, да, там, остатки зерна. А он пустой пошел. Разгрузился пошел. Уборка идет. Речка подсохла. Сейчас я вам сниму, короче, сколько мои пчелы летят до сафоры. Вот утверждают многие. Говорят, два километра. Это типа для пчел уже приговор. Вот мои пчелы каждый год носят взяток с сафоры японской. Основная. Короче, мед с сафоры японской попутать и с чем невозможно. Потому что у него, блин, аромат, вкус, все это. Ну, короче. Присущий именно сафоры японской. Его спутать ни с чем невозможно. То есть мед явно несут с сафоры японской каждый год. Там 15. Короче, от 10 до 20 килограмм на семью. В зависимости от того, насколько удалось сохранить семью. Потому что, в принципе, пчелы отработали 3 месяца товарного взятка. Попроседали, естественно. И вот у кого удалось более-менее что-то нарастить во время этого. Главного, сильного летнего взятка, разнотраве. Это те семьи, они, короче, ну, в лидеры выходят. Они могут до 20 килограмм где-то собирать. Вот. Ну, в среднем я так беру. Каждый год. Семьи послабее, там они до 10 килограмм собирают. Ну, в общем, от 10 до 20 килограмм стабильно собирают семьи там. Сейчас грузовик вам поворачивает. Идет уборка, короче, где-то здесь на чеках. Да. На Курганном, там Курганное село. Человоды уехали. Называется. Человоды уехали, да, они там, Антоша, стояли. Человоды здесь уехали, переехали. Там не видно, если нет ничего. Я смотрю, жду. Кому повернет, нормально. Вот, смотрите, вот здесь вот поворачиваем. Вот это, короче, 2 километра от моего точка. Это примерно будет. Ну, короче, я по гугл-карте замерял. Потому что тут по трассе чуть-чуть кружок получается. Смотри, сними пшеничку. Пшеница до сих пор лежит, до сих пор не убранная. Не дошли до Ниви. Сейчас будут убирать. В общем, пшеница легла. Ну, современные комбайны подымут. Это земля холдинга нашего. Блин, ходовка немного стучит, извиняюсь. Здесь ходовку мы меняем. Сейчас вот полностью все заказали. Стойки уже все. Круг заказали. Нет, там подальше не получится. Да, тут меньше цветет. Сейчас вот встанем, где получше цветет. В общем, цветет далеко не вся сапора в этом году. Вот цветет. Вот тоже цветет. Сейчас встанем. Гусь подпирает. Вот есть где прям массово. Короче, сапора цветет раз в два года. Поэтому некоторые деревья массово цветут, некоторые меньше цветут. Ну, выйдем давай. Дети, посидите чуть-чуть. Сними. Поснимай. Сейчас время, сколько сейчас? Где-то 4 часа, да? 5 часа уже. Время после обеда. Пчелки летают. Пчелки есть по-любому. Они не могут на сапору не летать. Сапора, короче, это медонос. На равне, получается, такой с акации, можно так сказать. Потому что он дает стабильно. Это даже покруче, чем акация. Он дает стабильно нектар. Стабильно это. И свои там киложки. Киложку свою в день пчелы принесут. Если бы пчелы сейчас были на данный момент такие, как они были перед главным взятком, ну, моща там 5-6 килограмм, короче, они бы несли бы реально гораздо больше. Они, уверенно, бы заливали и 3 килограмма, и 5 килограмм бы несли на сапоре. Просто пчелы к этому времени уже проседают. Сапора, видите, вот она еще, вот, смотрите, сколько. Зацветает, отсветает, короче, будет она свисти до конца лета, даже в этом году, так как она позже зацвела, будет свисти еще в сентябре. Ну, ладно. И сними, покажи. Вон там находится отачок, вот отсюда ровно 2 километра. И вот пчела в это время идет на взяток сапоры, и отсюда за 2 километра она носит основную массу сапоры. Это где-то в среднем на круг, там, на 10 семей мы до 200 килограмм, да, брали. Там 150, короче, там, 180, по-моему, в 19-м году, да, было, 180, там. Короче, когда как, в прошлом году мы где-то под 200 килограмм, наверное, взяли на 10 семей, ну, если считать 10 семей круг. Именно сапоры, вот именно последнего мяда сапоры. Получается 20 килограмм в круг, то есть за 2 километра пчелы вполне себе носят. Потому что у меня в селе, получается, сапоры только единичные. Вот основная лесополоса, которая вот у меня сапоры, вот она, видите, в этом году вот там, там, вот цветет. Ну, вот, давай пройдем, покажем. Вот. Самый, самый пик выделения у сапора нектара, самый хороший, это утро до обеда. Как солнышко встает по рассвету, в общем. Ну, вот они, сапоры, цветут. Ну, и вот так вот можно видеть, вот, короче, вот оттуда начиная, вот, там начинается лесополоса с сапорой. В прошлом году, получается, цвело большая часть деревьев. Вот эти две деревья, которые не цветут, они цвели в прошлом году, они будут цвести в следующем. Вот эти деревья в прошлом году не цвели, они цветут. Сапора, короче, цветет раз в два года, одно дерево цветет раз в два года. Но за счет того, что деревья разные, в общем, по-разному цветут, разнобой, и получается так, что, ну, один год более бурно, другой год менее бурно. Ну, вот в этом году я прикидываю По количеству сафоры цветущей Процентов где-то на 30-40 Ее, да, вот так вот это цветет Ну, так, 30-40% Короче, вот лесополосей я беру По лесополосе по своей Цветет вот сафоры в этом году В прошлом году ее процентов 60-70 Реально, тут все стояло прямо В цвету, вот Ну и в прошлом году, то есть мы взяли 200 килограмм В этом году, я думаю, наверное, мы возьмем меньше Ну, не знаю, за счет того, что чуть увеличилось Количество семей Там есть вроде неплохие у меня семейки Есть такие подпросели уже Которые маток тяжело меняли А есть семейки, которые неплохие Особенно, которые сразу маток сменили Вот зерно вывозят Зерновозы идут Вот они на ток возят, ток сразу сушат И на экспорт, короче, вон пошел зерновоз Видно? Ну да, битком Вон идет, там уборка идет Вон плюка стоит на полях Короче, там одно зерно У меня, получается, в этом году практически одно зерно А вот здесь, получается, золотой лесополосой Есть, короче, гибридный подсолнух Холдинг садил, там у них, по-моему, 120 Что-то такое Ну, короче, 100 с лишним гектаров Там гибридного подсолнуха А там стояла банда целых пчеловодов И, слава богу, мне до него было далеко То есть пчелам в районе, там, трех километров было лететь, короче До этого поля И так же само там поля с той стороны Тоже в районе трех километров, я показывал, цветет То есть это далековато И, в принципе, три километра, я согласен, да, пчелы И, кстати, все равно пыльца за три километра, да Есть процент, там, один, там, два, три процента пчелы, короче Приходит все равно пыльце именно с сапоры Ой, сапоры, извиняюсь, с подсолнуха То есть видно, что она там вымазанная в подсолнухе То есть даже за три километра пчелы все равно летят Но это уже маленький процент То есть, короче, я так считаю, что чем Вот до двух километров, в принципе, это нормальная Медоносная база, то есть, поэтому я свою базу Считаю в районе двух километров, вот двух километровая Зона у меня с опора идет, и вот так вот В двух километрах, в принципе, я смотрю Меня волнуют основные медоносы, в двух километрах Короче, радуюсь, вот на гугл-карте Берешь, короче, открываешь, там два километра И смотришь, спутник включаешь, короче Там видно все лесополоси, все видно И, получается, смотришь, вот два километра Радиус, вот мое мнение такое, два километра Это самый такой продуктивный, короче Вот сюда они спокойно летают, я говорю, до 20 килограмм они за месяц притаскивают этой сафоры. Хотя это жара, засуха, прослабленные семьи там и так далее, то есть, но до 20 килограмм они приносят. Естественно, несут они не полностью сафоры, они несут частично разнотравья, еще цветет по степи, вот. Но я вам скажу, что больше их интересует сафора даже, чем разнотравья вот сейчас, потому что это как акация, понимаете. То есть, цветет сафора, она пахнет, вот мы сейчас стоим, аромат, да, стоит просто, не передать. Тут стоит аромат, понимаете, она пахнет, как акация, и она, пчела просто мимо не пролетит, понимаете. Пчела идет, поэтому вот процентов там 70-80 пчелы идет на сафору во время цветения. Вот, вот это главный медонос второй, ну, как сказать, ну, второй половины лета, да, можно так сказать. В этом году получился главный медонос августа, вот, потому что он зацвел поздно, зацвела сафора. И вот, вот она моя лесополоса, 2 километра. Вот, в соседнем селе я не считаю, потому что там 2 километра до начала соседнего села от моего точка. То есть, это уже все, конец моей медоносной базы, можно так сказать. Вот, и в моем селе, ну, мало сафор. На той стороне есть, короче, по Симферопольской трассе, там, десяток какой-то сафор, ну, тоже это мало. Вот, вот основная масса сафор, с которых я собираю мед, в принципе. Вот. Взяток не сильный, но мед довольно-таки редкий, в Крыму найти его на грани фантастики. Вот, ну, поэтому, и тем более, это неплохой приработок. То есть, до 200 килограмм, до 200 килограмм, получается, ну, меда. Плюсом идет товарного на прилавок. Ну, я в этом году планирую чуть дороже немножко продавать. Но много не буду загинать там для своих, потому что меня смотрят покупатели, там, не переживайте, сильно не буду. Но я думаю, рублей 700 литр будут продавать. Во-первых, он тяжело дается, блин. Ну, во-вторых, все-таки, короче, большие потери, блин, и тоже, как-то, ну, учитывайте. У нас большие расходы на все, на то же транспортное. Ну, там, машину даже по мелочи сейчас делать. Вот я просто попередку, там, ходовку чуть-чуть мы, да, меняем стойки туда-сюда, 15 тысяч уже. Ну, то есть, и так, так все, как бы, все дорожает. Поэтому, извиняйте, как бы мед тоже должен немножко дорожать. Хотя бы чуть-чуть. Я понимаю ситуацию у людей, ну, ситуация тяжелая, конечно, экономическая ситуация, всем тяжело. Все, ну, вы поймите тоже и пчеловодов, которые тоже так же самое работают, трудятся, влаживают свои деньги, свое время, блин. Короче, вообще, если вот так сказать, даже пасека любая, даже 10 семей, ты влаживаешь в нее жизнь, короче. И вот в нее реально влаживаешь все свое свободное время, ты просто в нее влаживаешь жизнь. Это даже не рыбки, которым там корма насыпал, понимаете, они там в аквариуме плавают, там, почистил раз в месяц. Нет, это пчелы, это ты постоянно возле них, короче, это ты возле них постоянно ходишь, понимаете. То есть это, ладно, все, там детвора уже переживает, подружка нас ждет, едем на моря сегодня. Ну, у меня выходной, в принципе, ну, мы с утра потопили, да, воска немножко, партейку потопили воска, там, сушниной, потому что у меня моль позавелась там. Стояла, короче, сушь, я вырезал рутовские рамки, я покупал же в этом году пчел, из-за больших потерь, как бы, у меня были потеряны. Серьезные такие потери, да, большую часть пасеки, могу сказать, ну, короче. Ну, мы ее просто сыпали, 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 она растаяла просто никуда. Нет, не сказать бы, что они прям погибли, там одна, по-моему, семья, да, такая у нас прям погибла, как погибла, что мы ее именно вытрусили, она погибла. Ну, это не семья уже была там, короче, все. А так они просто растаяли. Ну, это беда такая, она всех пчеловодов накрыла по Степному Крыму, поэтому, как бы, это мы не единичные. Вот, а в этом году будем стараться с этой бедой, как бы, побороть ее, будем, сейчас стараться нарастить пчелу, даю побольше, в общем, даю побольше сейчас места, скачиваю, прокачиваю, маткам даю, в общем, куда сеять. Поменял, я перешел на породу более мясную, короче, ну, такую мясистую, короче, она мед неплохо собирает, ну, в общем, всем известно, не буду ее озвучивать, всем она известная, сейчас самая модная, в общем. Перешел я на них в итоге, потому что, ну, проблемы у меня с карникой, она заливалась, в общем, все, надоело мне, это не хочу я попадать, это просто мне семью надо кормить, как бы, даже те же там 40 тысяч, да, которые мы отдали в этом году за пчел, ну, я бы нашел бы их куда применить, понимаете, то есть, поэтому, ну, как-то так. Я не ною, там, начну, ною, не ною, не ною, я нормально, у меня все, ульи полные меда, бидоны полные меда, все хорошо, работаем, торгуем, спасибо за просмотр, всем пока.